О развитии наставничества и добровольческой деятельности в Неницком округе сегодня шла речь на заседании комиссии собраний депутатов по вопросам образования, культуры и спорта. Доклад на эту тему представила руководитель профильного департамента Лина Гущина. В частности, решила об анализе потребностей финансовых средств, направленных на волонтерство в регионе. Тема наставничества важна как для страны в целом, так и для Неницкого округа в частности. Развитие данного направления определено национальным проектом «Социальная активность». Для каждого региона установлены четыре показателя, которые необходимо достигнуть. Рост волонтерской деятельности к 2024 году будет увеличен от 10 до 50%. Показатели у нас определены, и сейчас мы понимаем, что чтобы их достигнуть, мы также будем активизировать работу на базе наших СПО, потому что основной у нас костяк их и уже данная молодежь будет являться двигателем для развития всего добровольства и волонтерства в округе. В Неницком округе добровольческая деятельность проходит по таким направлениям, как событийное волонтерство, инклюзивное, социальное и другие. Так, региональным отделением Российского Красного Креста организована служба милосердия, которая оказывает помощь в социальном обслуживании на дому. Депутаты предложили распространить такую практику и на окружные села. Само социально значимых видов волонтерства, это социальное волонтерство, да, и все-таки хотелось бы обратить внимание на развитие данного направления в сельских населенных пунктах, потому что есть такие проблемы, там и где-то бабушки, дедушки проживают отдельно, да, нет ни близких, ни родных, предположим, там привезти воды. Ну, такие, казалось бы, такие приземленные темы, как бы, но вот действительно они волнуют население. Как отметили представители профильного департамента, к этой работе могли бы подключиться волонтеры Победы. Сейчас они организуют на селе различные патриотические акции. У нас в сельских населенных пунктах очень хорошо сейчас работают волонтеры Победы, тоже такое направление патриотическое, волонтерское. То есть они как раз реализуют такую межрегиональную программу, сейчас работает дом со звездой, вешают звезды на дома ветеранов и там, где жили ветераны, а также помогают этим ветеранам. То есть акции проходят. Депутатов интересовал вопрос вовлеченности подрастающего поколения в волонтерство. Внесено предложение о мотивации детей-подростков в добровольческие инициативы, особенно в вечернее время. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».